Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что у нас будет из творческого номера? Творческий номер? Это будет для вас, наверное, неожиданно, но у меня нет ни песни, ни танца. Творческий номер это я сама. Девушки отдыхают Ну, мало ли. То, что сейчас на мне надето, я сшила сама. Это мой первый опыт в области пошива. И также мне нравится делать хендмейт. Ну, то есть вот ободок, который на мне я тоже сделала сама. Это довольно увлекательно. Ну, что-то делать своими руками и носить это на себе, чтобы нравилось не только себе, но и другим людям. А что бы ты хотела изменить себе? Наверное, некоторые черты характера. Какие? Ну, давай конкретики больше. Ну, я вот думаю, как лучше это сказать. Наверное, умение выражать свои эмоции. Потому что модель, она должна быть как-то более хладнокровна, расчетлива. Я просто очень человек такой эмоциональный. В этом году будешь сдержаннее? Да, постараюсь. Как ты будешь выстраивать отношения с участницами в прошлом году? Они у тебя не сложились? Ну, мы сейчас с девочками сидели, обсуждали много всего. Они довольно такие общительные дамы. С ними, думаю, можно найти контакт. Ну, давай сейчас попробуем поработать. Изобрази мне, пожалуйста. Представь себе, что ты очень-очень-очень расстроена. А теперь наоборот. Очень-очень радостно. Ну, я могу сказать, что хорошо открыла новый кастинг. Мне понравилось, как ты выступила. Скажи, благодаря чему произошли в тебе такие изменения? Потому что видно, что ты стала более раскрепощенной. Ну, как я уже говорила ранее, я походила в театр моды. Там у нас было мастерство моделей, и нам говорили, что и как правильнее делать. А зачем пришла на кастинг в этот раз? Какая твоя цель? Ну, наверное, как у большинства девушек, попытаться победить. Ну, не то, чтобы даже попытаться победить. Девочки, для чего вы пришли на кастинг этого проекта? Чтобы победить. За победой, чтобы познакомиться, пообщаться. Конечно же, за победой. У вас не было таких мыслей, чтобы вы пришли на кастинг для того, чтобы показать себя, открыть что-то новое? Ну, мы за этим сюда и пришли, но в основном то, чтобы победить, все равно. Это главная задача и цель сегодня. Просто мы в любом случае будем показывать себя и смотреть на что-то новое в других. То есть оно неотъемлемая часть самоутверждаться. Сегодня мне ровно 22 года. С днем рождения вас. Спасибо большое. Я очень разносторонний человек. Я себя пыталась найти и в спорте, и в танцах. Сейчас я немножечко, так скажем, шью, что-то моделирую. Ну, вообще я и учусь. Учусь на экономическом факультете в городе Кумени, на нефтегазовом университете. Сейчас работаю в КФ-банк. Это была моя мечта. Я достигла. Люблю ставить цели вообще и достигать их. Оля, написано, что вы любите нестандартные ситуации. Какие? Сейчас у меня нестандартные ситуации. Это я хочу прыгнуть с высокого здания на веревке. Мой страх – высота. Я люблю, так скажем, свои страхи, вороть их и не останавливаюсь на достигнутом. А какие у вас еще страхи? Темнота. Это мой главный страх. И насекомые. Ну, если случится такая нестандартная ситуация. Случайно оказалась на островах, а там пауки. И ночь. И ночь. И ночь, да. И высоко. И нет высотного здания, с которого ты могла бы строгать. Ну, будем как-то бороться, искать выход из ситуации. Ну, покажи как. Сказать, как. Да. Ну, представь, ты увидела насекомое, ты увидела паука. Ну, моя, наверное, ситуация. Сначала закричу. Кричи. Рассказывать не надо, нужно показывать. Очень какой-то мелкий паучок тебе попался. Возможно. А ты можешь закричать? Вот прям взять и закричать. А-а-а! Я для одного из конкурсов сестре помогала готовить конкурсы и сшила кокошники. Ты принесла нам кокошники? Да. Ну, один из видов кокошников выглядит вот так. Это была коллекция какая-то? Ну, да, делали коллекцию. Что за конкурс? Конкурс был яв. Все понятно. Какие впечатления от кастинга? Волнение, в первую очередь. Ну, как я думала, в принципе, так все и есть. То есть, как я представлялась и мыслью, так оно все и есть. Так все и получилось. Ты считаешь, члены жюри тебя оценили по достоинству? Ты согласна с их мнением, вот то, что ты слышала о том, что ты зажатая? Возможно, я приму их слова к сведению. Со стороны мне не всегда видно, что это мой первый опыт был выступления публично на телевидении. Но непосредственно каждый человек имеет право на свое мнение. А у вас, может быть, есть какой-то опыт уже участия в подобных конкурсах, либо модельный опыт? Я уже участвовала как-то в той же красе круга, но только меньше была возрастом и стала не с энергией. Это уже неплохой приз дали. Нет, я, наверное, тут единственная. Я просто знаю про Диану и про Леру, что они участвовали, а я нет. То есть, вы все знакомы? Ну, с Лерой, наверное, нет, а с Дианой, да. А ты, Лера, пришла за победой? Да, конечно. Разве не видно? И как ты планируешь побеждать? Всеми возможными средствами, способами. А ты не думаешь, что во второй раз тебя даже не пропустят участвовать вообще в самом проекте? Я этот вариант не рассматриваю. Я считаю, что у меня все получится. Увлекаюсь я вокалом. Занималась ДТЮ где-то в детском творчестве юных. Сейчас закончила я торговую технику. Сейчас в данный момент не работаю. Пришла к вам на кастинг, чтобы попробовать себя более... модели, вроде бы... Попробовать себя выиграть этот конкурс, конечно, хотелось бы мне... Сейчас с маленькими присутствует волнение, вот. Уже заходила на кастинге, как бы пробовала, с волнением боролась, но сейчас в данный момент что-то опять... Ты же не первый раз к нам приходишь. Не первый раз, да. Успокойся, все хорошо. Участвовал, выберите себе погоду, также в сетях Амура. Вот, ну, что-то... То есть мало тебе всего этого было, ты еще раз? Да, просто прошел промежуток около двух лет, как бы, так что мне как-то сейчас волнительно. Юлия, я поставлю сейчас перед вами задачу. Представьте себе, что вы снимаетесь в блокбастере и приезжаете на церемонию вручения главной кинопремии. Перед вами красная дорожка. Угу. Вот расскажи себе так, чтобы мы действительно сказали... О, да. Чем ты отличаешься от всех участников? Ну, я не такая, конечно, каждый участник красив по-своему. Я вот здесь... Красиво, мне кажется, свои естественные красоты, как бы, и... У других нет естественной красоты, она есть вокруг тебя. Нет, почему не все естественные красоты, она красивая. Чем ты отличаешься от других? Чем отличаюсь. Что в тебе такого, чего нет у остальных? Буду идти добиваться своих целей, буду выполнять все, что говорят. Все, что говорят, или ты будешь делать то, что ты хочешь? Нет, то, что говорят, я буду все это выполнять, как бы, и... Ты с исполнительностью возьмет. А если мы заставим тебя прыгнуть с парашютом? Я прыгну. С парашюта я прыгну. А залезть в болото? В болото? Волота? Ну, вряд ли. Сердца стук, тело горит огнем. Ты вошел и поселился в нем. Стал другим. Весь мир вокруг меня. В нем теплей где-то дня. Юлия, кто научил вас так божественно сочетать танец и песни? Ну, это, конечно, сама. Никто меня не учил, сама лично училась дома, смотрела видео и чисто дома попробовала, тренировалась. Сейчас, конечно, спела то, что... Так просто совместила сама, я так сказать. Ты вообще в целом довольна своим выступлением? Нет. Почему? Конечно, я очень сильно волновалась. Я не знала, что сказать, не знала, что ответить. Потому что, говорю, прошел промежуток между кастингами, с выберой всей погоды. Там тоже маленько волновалась, но потом со временем я уже более-менее стала себя чувствовать уверенно. Прошел промежуток, и я опять начала себя волноваться. Ну, я недовольна, конечно, своим выступлением. Ну, все, выбор, конечно, за жюри, что они оценят, как скажут. Продолжение следует... Продолжение следует...